На протяжении 8 сезонов сериала мы думали, что Декстер в одном шаге от конца, но он всегда ускользал. То же самое и с сериалом в целом, скоро он вернется на экраны. Пора надеть латексные перчатки и покопаться в самых интересных фактах этого убийственного хита от Showtime. От Чужостранки до Игры престолов и Дневников вампира многие популярные телесериалы основаны на популярных сериях книг, и Декстер не исключение. Но если другие примеры бестселлеры, то книжная серия Декстер не была известна до создания адаптации. Исполнительный продюсер Сара Коллитон решила рискнуть и развить сериал, когда наткнулась на первый криминальный роман Джеффа Линция про Декстера, дремлющий демон Декстера. Как ни странно, она даже не прочитала книгу, прежде чем начала работать над созданием сериала. В эпизоде Комната сценариста на канале Sundance Коллитон сказала, что она была заинтригована рецензией на книгу, которую прочитала в Нью-Йоркере в 2004 году. Первый сезон Декстера вдохновлен романом, в котором также рассказывается об аналитике брызг крови из Майами по имени Декстер Морган, который тайно убивает ужасных преступников, как его и учил бывший приемный отец-полицейский. Но сценаристы сериала использовали основную часть материала первой книги уже в пилотном эпизоде, так что их сюжеты начали расходиться довольно быстро. Позже Линций написал ещё семь романов про Декстера, которые лишь мимолетно напоминают телевизионный аналог. Для Майкла С. Холла игра Декстера Моргана стала визитной карточкой, за которую его и помнят, в первую очередь. Но прежде чем Холл начал играть эту роль, он завоевал внимание и был номинирован на премию Эмми за роль гробовщика во втором поколении Дэвида Фишера в похоронной драме HBO Клиент всегда мёртв. Холл сказал в эпизоде канала Sundance Комната Сценалиста, что увидел сценарий для пилота Декстера всего через пару месяцев после завершения пятилетней работы над сериалом Клиент всегда мёртв, и его не интересовал другой сериал, тем более схожий по тематике. – Первое, что я думал, что я сделала, была еще одну серию телевизионного сериала. – Потому что я не хотела сделать другую оборудование к персонажам, окружающим телом. – Но после прочтения сценария и романа, на котором он был основан, Холл решил, что это слишком хорошая роль, чтобы отказываться от неё. А главного злодея в первом сезоне Декстера, серийного убийцу, известного как Ледяной убийца, сыграл Кристиан Камарго, но исполнительный продюсер Майкл Куэста видел на этой роли другого парня, Джереми Реннера, который в то время наиболее был известен по роли серийного убийцы Джеффри Даммера в фильме 2002 года Палач Даммер. Позже Реннер сказал в интервью Клотер Клаб, что отклонил предложение Куэста и прокомментировал, «Я не могу сниматься ни в каких других фильмах или сериалах о серийных убийцах» В любом случае, он почти согласился, но у него возник конфликт в графике съемок с фильмом 28 недель спустя. Писатели называют своих персонажей, руководствуясь разными причинами – им просто нравится имя, оно подходит персонажу или просто легко запоминается. Но в других случаях в имени персонажа может содержаться многоязычная интрига, полная секретов, пасхалок и скрытых значений, как и в случае с Декстером. На латыни Декстер – это не имя, а слово, и оно означает «правый» или «правша». Причём, латинское слово для обозначения левой руки совпадает с английским словом «злой». У Декстера определенно есть зловещая сторона, он часто называет эту часть себя темным попутчиком. Такое прозвище он дал той стороне своей личности, которая побуждает его убивать. Если разбирать метафору до самых корней, то Декстер будет нормальной, правой личностью, которая выставляется на показ. Декстер – кровавый, жестокий и напрягающий сериал, который отлично вписывается в формат кабельного канала, и всё же в течение короткого периода он транслировался по широковещательной сети. В 2007 и 2008 годах гильдия сценаристов Америки бастовала более трёх месяцев. Прекратилось производство более 60 телевизионных сериалов, и в результате забастовки у крупных телеканалов остались серьёзные дыры в расписаниях телепрограмм. У канала CBS были относительно скромные сериалы про преступников и полицейских, такие как CSI – Место преступления и Мыслить как преступник, так что канал взял контент у своего корпоративного собрата Showtime. Все 12 эпизодов первого сезона Декстера вышли в эфир в тщательно отредактированной форме, что, как сообщается, ознаменовало собой первый случай в истории телевидения, когда широковещательный канал транслировал целый сезон премиального кабельного сериала. Два актёра Декстера нашли любовь среди мрачных сюжетов сериала – Майкл С. Холл и Дженнифер Карпентер, которая сыграла приёмную сестру Декстера Дебру Морган. Широкая публика даже не знала, что они были парой более полутора лет, пока они не появились на Золотом глобусе в январе 2009 года, сообщив всем, что поженились за несколько дней до этого. Но их брак был недолгим. Примерно три года спустя Холл и Карпентер опубликовали заявление для Entertainment Weekly, в котором объявили, что они расстались и подали на развод. Очевидно, это был достаточно дружелюбный раскол, поэтому Холл и Карпентер спокойно продолжили работать вместе над Декстером ещё несколько лет. Тем не менее, им снова пришлось сблизиться на время, потому что сценаристы Декстера исследовали романтические отношения между братом и сестрой. Что ж, актёры справились с этим как профессионалы. За 96 серий Декстера главный герой убил множество людей, но сколько именно жизней забрал персонаж? Авторы страницы, список убийств Декстера на фан-сайте, внимательно посмотрели каждый эпизод и подсчитали количество жертв, учитывая всех, кого он убил на экране, а также количество трофейных капель крови, которые он хранил в своей коробке с сувенирами. В целом, Декстер убил как минимум 168 человек. Многие из этих убийств произошли в период с 2006 по 2013 год, когда сериал впервые вышел в эфир. Если бы Декстер был реальным человеком, то он был бы одним из самых массовых убийц в истории Майами, а то и всего мира. – Деб, я Бэй-Харбор-Бутчер. – На земле! На земле, мать! За этот период в реальности в Майами ежегодно происходило от 59 до 79 убийств. Так что это сделало бы Декстера ответственным за 15-20% всех убийств в городе. Декстер от Showtime – не первая экранизация книги о красивом и невозмутимом молодом человеке, за манерами которого скрывается склонность к жестокому убийству. В 1991 году Брэд Истон Эллис опубликовал Американского психопата, свою культовую классику, высмеивающую материалистическую культуру 80-х и посвященную инвестиционному банкиру и серийному убийце по имени Патрик Бэйтман. В 2000 году Кристиан Бэйл изобразил Бэйтмана в киноверсии Американского психопата, и отсылки к этому персонажу всплывали в Декстере. Декстер Морган использует несколько псевдонимов в своей преступной деятельности и покупает транквилизаторы для животных под именем Доктор Патрик Бэйтман. Когда он назначает встречу с терапевтом, которого исследует, Декстер говорит, что его зовут Шон Эллис. Это ещё одна отсылка к американскому психопату, потому что в книге брата Патрика Бэйтмана зовут Шон, а Эллис – фамилия автора книги. Несмотря на такие отсылки, Эллис явно не был фанатом Декстера. В 2012 году он опубликовал в Твиттере грубый обзор сериала, написав, «Декстер – полный отстой» Высококонцептуальная и остроумная драма о серийном убийце, которая столь же глубока и пугает, как идея американского психопата 2» В разгар съемок четвертого сезона Декстера в 2009 году главный актер Майкл С. Холл получил ужасные новости – врачи диагностировали у него лимфому Ходжкина. Это тип рака, поражающий иммунную систему. Но актер не брал перерывов на работе и не объявлял о своей ситуации другим актерам или съемочной группе Декстера. Вместо этого он продолжал сниматься, а затем прошел первое лечение химиотерапией на следующий день после окончания съемок сезона. В 2014 году, после выхода последнего сезона в эфир, Холл рассказал о своих мыслях в то время в интервью для Guardian. Он сказал, «Я подумал, что я могу лечить это, а если мои волосы выпадут, то я буду носить парик в течение пятого сезона, и мне даже не придется никому рассказывать о том, что происходит» Волосы Холла действительно выпали, и на церемонии вручения премии 2010 года Золотой глобус и Гильдии киноактеров он был связанной шапкой на голове. Первоначально он не собирался раскрывать свой диагноз общественности, но когда раскрыл, не пожалел об этом. Он сказал Guardian, «Я рад, что сделал это, потому что я недооценивал, каким источником вдохновения это могло стать, и сколько силы я получу от других людей» Даже банально увидеть, что это есть у того, кого ты знаешь, и наблюдать за тем, как он успешно проходит процесс лечения, уже очень важно. Майкл С. Холл готовился к своей роли Декстера, сделав то, чем занимался его герой, выявляя и преследуя своих потенциальных жертв. Перед началом съемок в сериале Холл провел традиционную подготовку к роли, просматривая документальные фильмы и читая книги о серийных убийцах. Но он понимал, что ему нужно прочувствовать, каково это – быть преследующим хищником, ищущим добычу. Холл сказал Джорджу Струмблаполосу, «Я гулял по Нью-Йорку в одиночестве и пытался найти кого-то, кто тоже был один, кто, может быть, шел в ресторан с баром. Я наблюдал, как они заканчивают свою трапезу, и наделял их всевозможными предосудительными качествами, присущими потенциальной жертве Декстера» Затем Холл тихо, но интенсивно преследовал свою цель по улицам Нью-Йорка, касалось бы, делая всё, что сделал бы настоящий убийца. Кроме самого убийства, само собой. В некоторых трагических случаях вымышленные убийства, совершенные Декстером Морганом, привели к убийствам и в реальной жизни. В 2009 году подросток из Индианы Эндри Конли сдался полиции и признался, что задушил своего брата до смерти. Он утверждал, что много лет думал об убийстве и чувствовал родство с Декстером Морганом, потому что чувствовал себя обязанным совершить убийство. В 2014 году английский подросток, по сообщениям, очень увлеченный Декстером, зарезал свою девушку, а затем избавился от тела с помощью инструментов для обрезки деревьев. Вскоре после этого он признался своей сестре, что его собственный темный попутчик заставил его сделать это. А ещё был Марк Твитчел, преданный фанат Декстера и начинающий режиссёр, который снял фанатский фильм в стиле Декстера и разместил его в соцсетях, назвавшись Декстером Морганом. В 2011 году Твитчел превратил киностудию в своём гараже в свою тщательно продуманную комнату для убийств и заманил в неё невинного человека, обрекая на насильственную смерть. Его сразу поймали и признали виновным в убийстве первой степени. В 2013 году Декстер завершился долгожданным финалом сериала. Его преступления наконец обернулись против него? Не совсем. Вместо этого Декстер бросил своего единственного ребёнка, похоронил сестру в море, инсценировал свою смерть и начал жить под вымышленным именем Лесоруба на Северо-Западе. Не только фанаты хотели, чтобы Декстер столкнулся с какими-либо последствиями после 8 лет безнаказанности. Многие члены творческой группы сериала также хотели, чтобы в финале история закрылась. После финала 8 сезона в 2013 году продюсер Декстера Джон Голдвин сказал Волчер В интервью E-News бывший шоураннер Декстера, Клайд Филлипс, рассказал, что бы он сделал, если бы отвечал за создание финальной сцены сериала. Он сказал, В самой последней сцене сериала Декстер просыпается, он открывает глаза и обнаруживает себя на столе для казни в тюрьме Флориды. Ему уже начинают вводить смертельную дозу, а он смотрит в окно и видит в нем всех людей, которых он убил. По замыслу Филлипса, наблюдателями могли быть все, кто когда-либо умер в результате действий Декстера – от Троицы, Лагуэрте и Доукса до незначительных рядовых убийств. Многим не понравилось, чем закончился Декстер. Но независимо от вашего мнения о финале, трудно спорить с тем, что такая концовка была бы чертовски крутой. Но хорошим аспектом этой концовки было то, что оставался шанс на повторное погружение в жизнь Декстера Моргана. Он мог получить второй шанс и завершить всё иначе, более удовлетворительным образом. И скоро это и произойдёт. В 2020 году, спустя 7 лет после того, как последний эпизод Декстера вышел в эфир, Showtime заказал 10 новых серий, которые будут ограниченным сериалом. Майкл С. Холл снова вернется к роли Декстера, а исполнительный продюсер сериала Клайд Филлипс согласился выступить шоураннером. В апреле 2021 года Showtime представила тизер-трейлер Возрождения и объявила, что сериал выйдет в эфир следующей осенью. Детали сюжета не раскрывались, но сообщения показывают, что в новых эпизодах Декстер Морган прячется под вымышленным именем Джима Линдси в маленьком городке Айрон Лейк, штат Нью-Йорк. Но тайно окружает мэра, начальника полиции и ведущего подкаста о преступлениях, а также самого Декстера Моргана, который вернулся, чтобы снова убивать. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!